Это Белый дом. Официальная резиденция президентов Соединенных Штатов Америки. Тут обсуждают законы, подписывают важные документы и принимают исторические решения. А еще тут занимаются сексом. И, как ни странно, это тоже очень важный процесс. Секс-скандалы на самом деле могут рассказать гораздо больше, чем кажется. Они отражают эпоху, показывают, как меняются ценности, технологии и законы и становятся индикатором культурных сдвигов. Именно поэтому мы решили собрать ключевые кейсы по теме и попробовать посмотреть на американскую историю через призму самых громких секс-скандалов ее президентов. Это первая женщина в истории, которая написала книгу о своей связи с президентом. А это Уоррен Гардинг, 29-й президент США. Правил страной всего два года и запомнился историком, как любитель покера, алкоголя, вечеринок и женщин. Когда они встретились впервые, Нэн Бриттон было всего 20, Гардингу 52. Он женат, занимает пост в Сенате, метит в президенты, но все это не мешает ему вступить в тайные отношения. У Бриттон рождается дочь от президента. Девочка была зачата прямо в Сенате США. Чтобы никто не узнал про эту связь и тем более ребенка, Гардинг платит любовнице хошмане, то есть деньги за молчание. То же самое через 100 лет сделает Трамп. Став президентом, Гардинг продолжает встречаться с Бриттон. Просто теперь не в Сенате, а в Белом доме. Всего их отношения длятся 6,5 лет, вплоть до смерти президента. Когда Гардинг скончался, Нэн Бриттон написала книгу «Дочь президента», где рассказала все. Нация в шоке. В начале 20 века, когда до третьей волны феминизма и до движения мету еще лет 100 развития цивилизации, общественное мнение было на стороне президента. Нэн Бриттон называли голдигершей, а ее историю небылицей. Но скандал неожиданно всплывает в 2015 году. ДНК ТЭС доказывает, что дочь Нэн Бриттон действительно от президента. Но это ничего не меняет. В начале 20 века у Нэн Бриттон на руках было лишь одно доказательство романа с президентом – собственные воспоминания, которым никто не верил. Над ней смеялись, ее стыдили. Для сочувствия было еще не время. Легендарное выступление Мэрилин Монро на дне рождения президента Джона Кеннеди – тоже своеобразное признание. Никто в истории ни до, ни после не исполнял эту песню так чувственно и сексуально, как роковая блондинка. Прозрачное платье сидит как влитое, оттенок ткани сливается с кожей, в свете софитов Монро кажется обнаженной. Джону Кеннеди, который выйдет следом, потребуется время, чтобы прийти в себя. Я могу уходить из политики после того, как мне так спели с днем рождения. Мило и душевно. В этот вечер жены Кеннеди в зале нет, и это не совпадение. Первая леди отказалась приезжать на день рождения мужа, узнав, что там будет Монро. Джеки устроила барбекю со своей семьей. В тот вечер она решила сделать это вместо того, чтобы присутствовать на дне рождения мужа. Дело в том, что Мэрилин была тогда больной темой для многих. Об их романе ходило много разных слухов. Официальных заявлений никто не делал, но косвенные доказательства все-таки есть. Для нее это было нормально – спать с харизматичным президентом. И Мэрилин нравилась секретность и драматизм этого. Это главный свидетель романа Монроя Кеннеди – голливудский актер Питер Лоуфорд. Мэрилин дружила с ним и часто посещала его вечеринки, а Джон был его шурином, сестра президента Патриция Кеннеди была замужем за Питером Лоуфордом. Лоуфорда с Кеннеди связывало еще кое-что. Многие называли Питера светским сутенером, в частности, поставщиком женщин для Джона Кеннеди и главным хранителем тайн личной жизни президента. Так вот, у этого Лоуфорда был пляжный дом в Санта-Монике. Там часто проводились громкие вечеринки, где и встречались Кеннеди и Монро. Супруга Кеннеди Жаклин, скорее всего, знала и о Мэрилин Монро, и о других любовницах мужа, которых, по слухам, было немало, но она хладнокровно молчала, сохраняя образ идеальной семьи. Она бы в любой момент могла бы сделать роман публичным, вызвав скандал, который уничтожил бы репутацию ее мужа, разрушил бы ее брак и выставил бы ее на всеобщее посмешище. Спецслужбы тоже делали все, чтобы интрижка не превратилась в секс-скандал, и зачищали все доказательства. Это единственная сохранившаяся совместная фотография Монроя Кеннеди с того самого вечера в честь дня рождения президента. Посмотрите на снимок еще раз. Это брат Джона Кеннеди, Роберт, и с ним у Монро тоже был роман. Говорили, что братья просто пользовались актрисой, передавая ее друг другу, как, цитата, кусок мяса или футбольный мяч. Эмоциональной и иронимой Монро это явно не нравилось. Она устраивала истерики, звонила в Белый дом и угрожала братьям, что обнародует все подробности любовного треугольника. Монро этого сделать не успеет. Слухи так и не превратятся в секс-скандал. Через два месяца после того вечера в честь дня рождения Кеннеди Мерлин Монро найдут мертвой. Официальная версия самоубийства, но многие журналисты потом свяжут внезапную смерть Дивы с братьями Кеннеди и спецслужбами. В этой истории улик уже куда больше, чем в первой. Фото, записи разговоров, прослушка, но аналоговые доказательства все еще можно было легко уничтожить. И даже если бы Монро устроила секс-скандал, Кеннеди вряд ли бы пострадал. Он и так слыл ловеласом, а тут роман с самой желанной женщиной в мире. Повод скорее для гордости, а не для импичмента. 26 января 1998 года. Билл Клинтон обращается к нации. Я хочу сказать американскому народу одну вещь. Я хочу, чтобы вы выслушали меня. И я собираюсь сказать это снова. У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной. 17 августа 1998 года. Билл Клинтон снова обращается к нации. На самом деле у меня были неподобающие отношения с мисс Левински. Билл Клинтон и Моника Левински – самый знаменитый служебный роман и самый громкий секс-скандал всех времен. Эту историю называют «Секс-гейт», «Зиппер-гейт», «Моника-гейт», «Левинский-гейт» по аналогии со знаменитым скандалом «Уотергейт», который привел к отставке Никсона. По подсчетам журнала «Таймс» 22 января 1998 по 12 февраля 1999 этому делу посвятили 2345 минут эфирного времени. И это только три канала. Отношения президента и Моники Левински начались в 1995 году. Ему было почти 50, ей – 21. Моника пришла в Белый дом стажеркой, влюбилась в президента, и уже на второй день знакомства у них начались те самые неподобающие отношения. Всего, по рассказам самой Моники, контактов было 10. Восемь из них – в стенах Белого дома. Всегда, кроме одного раза, там же была Хиллари Клинтон. Ну, надеемся, что хотя бы в другом помещении. Во время очередного рандеву в Белом доме на Монике было вот это синее платье. На нем остались последствия свидания. Запомните это платье. В 1996 году Монику переводят в Пентагон, подальше от Билла Клинтона. Там она знакомится с Линдой Трипп, экс-сотрудницей Белого дома. И Левинский признается подруге по Пентагону в том, что спала с президентом. Она затащила меня в кафетерий и выпалила все. Она рассказала, что у нее давно роман с Клинтоном, и что ей пришлось покинуть Белый дом, потому что оставаться там было слишком опасно. Она вспомнила все, что там происходило. Линда, понимая, какой это ценный компромат, начинает тайно записывать все откровения. Вот отрывок из стенограммы. В следующем месяце исполнится два года, а я понятия не имею, что он ко мне чувствует. Если бы он мог просто быть со мной милым. Почему он не может просто сказать, послушай, иди наслаждайся жизнью, а через три года мы поженимся. А еще Линда узнает о том самом синем платье, которое Моника не сдала в химчистку, и просит его на всякий случай сохранить. В это же время еще одна экс-любовница Клинтона, Пола Джонс, рассказывает в суде о сексуальных домогательствах президента. Харрасмент был еще в 1994-м, и существенных доказательств на руках у адвокатов не было. Дело разваливалось. Но Линда Трип пользуется моментом и сообщает юристам Пола Джонс о том, что у Клинтона была связь и с Моникой Левински. Монику вызывают в суд в качестве свидетеля по делу Джонс, и она отрицает свою связь с президентом. Следом то же самое делает Клинтон, то есть действующий президент под присягой утверждает, что у него не было сексуальных отношений с Левински. Тогда в этой истории появляется еще одна ключевая фигура – Кеннет Старр, независимый прокурор, который уже давно расследовал сомнительные дела Билла Клинтона. Он получает от Линды Трип кассеты с откровениями Моники. Эти записи и то самое синее платье становятся главными уликами в деле и доказывают А. Роман Моники Левински и Билла Клинтона Б. И это главное – ложь президента под присягой. Билл Клинтон загнан неопровержимыми уликами в угол. Он вынужден во всем признаться. Я ввел вас всех в заблуждение, включая даже свою жену. И я глубоко сожалею об этом. На основе расследования Кеннета Старра запускают процедуру импичмента. Клинтона обвиняют в лжесвидетельстве и воспрепятствовании правосудию. Но чтобы импичмент состоялся, сначала надо проголосовать. И вот как распределились голоса. По первому вопросу 45 сенаторов признали президенту виновным и 55 – невиновным. По второму вопросу голоса распределяются 50 на 50. Но для того, чтобы импичмент Клинтона состоялся, было необходимо минимум 2 трети голосов. В итоге Билла Клинтона оправдывают, и он продолжает свою политическую карьеру. Клинтон был прощен и коллегами, и общественностью, и даже женой Хиллари Клинтон, с которой они до сих пор живут в счастливом браке. Во времена Клинтона еще не было движения Метту и череды обвинений первых лиц в харассменте. Поэтому общественность не воспринимала Монику как жертву. Ее безжалостно хейтили и считали, что она сама виновата. Ну, не надо соблазнять женатого президента. Меня заклеймили как бродягу, шлюху, развратницу, распутницу и, конечно, как эту женщину. Секс-скандал разрушил Монике жизнь. Ее не брали на работу. Из-за бесконечных унижений она впала в глубокую депрессию и принимала душ с открытой дверью, потому что родные боялись, что она покончит с собой. Но в 2017 году появляется хэштег «Метту». Женщины одна за другой рассказывают свои истории харассмента. Это движение меняет правила игры, и в новой реальности Моника Левински из корыстной хищницы превращается в жертву властного мужчины и патриархального общества. Только сейчас, в 44 года, я начинаю понимать, насколько неравноправным было положение между президентом и стажером Белого дома. Он был моим начальником, самым могущественным человеком на планете. Он был на 27 лет старше меня, с богатым жизненным опытом. В то время он находился на пике своей карьеры, а я пришла на первое место работы сразу после окончания колледжа. И последний секс-скандал. В главных ролях Дональд Трамп и порно-актриса. И эта интрижка уже дошла до суда. Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которого признали виновным по уголовному делу. В 2006 году у Дональда Трампа были отношения со звездой фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. В 2016, во время предвыборной гонки, Трамп заплатил ей 130 тысяч долларов, чтобы она молчала. Ну и не портила ему репутацию. Но порно-актриса в итоге выдала все. Прямо перед лицом суда. Но обо всем по порядку. Все началось в 2006 году на турнире по гольфу на озере Тахо. Там миллиардер и встретил порно-актрису. Для справки. Трамп на тот момент был уже женат, и Миланья только что родила ему ребенка. А Сторми Дэниелс была успешной представительницей индустрии фильмов для взрослых. Развивалась как актриса и пробовала себя в качестве режиссера. Меня представили Трампу как актрису и режиссера фильмов для взрослых. И он сказал, о, ты режиссер, значит ты умная. Он ушел, а его охранник спросил, не хочу ли я с ним поужинать и обсудить участие в телешоу. И я решила согласиться. Итак, дверь в номер открывается, и в чем вас встречает Дональд Трамп? Шелковая пижама. И это была черная шелковая пижама, да? И у него не было презерватива? Не было. Я лежала там и молилась о смерти. Ну а если тебе было так мерзко, зачем ты занималась сексом с Дональдом Трампом? Я до сих пор не знаю. После Тахо они встретятся всего несколько раз. И уже без продолжения. Интрижка Трампа с порно-актрисой кажется незначительной по сравнению с тем же скандальным романом Билла Клинтона. Тогда все происходило прямо в овальном кабинете. И Моника Левински была не просто любовницей на один раз, а сотрудницей Белого дома, а потом и Пентагона. Но при этом попытка импичмента Клинтона провалилась, и его оправдали по всем пунктам обвинения. А тут порно-актриса. Да еще и история почти 20-летней давности. Но президенту приходится отвечать за нее в суде. А дело в том, что судили Трампа не за саму связь с порно-актрисой, даже с женатым президентом закон это не запрещает, а за выплату тех самых хаш-мани, денег за молчание. Точнее, проблема в том, как Трамп выплатил эти деньги. Новый поворот этой истории произошел в 2016 году. Полным ходом идет избирательная кампания. Трамп соревнуется за место в Белом доме с Хиллари Клинтон. И тут Washington Post публикует скандальную аудиозапись. Меня автоматически влечет к красивым женщинам. Я просто начинаю их целовать. И это как магнит. Просто поцелуй. Я даже не жду. Когда ты звезда, тебе это позволяют. Ты можешь все. Хватать их за киску. Ты можешь делать все, что угодно. Журналисты просто включили микрофоны заранее, о чем президент не знал, и случайно стали обладателями компромата. Трамп, чтобы хоть как-то спасти свою репутацию, обращается к своему давнему товарищу Дэвиду Пекеру, медиамагнату и издателю скандального таблоида. Миллиардер просит его найти всех, у кого может быть еще хоть какой-то компромат. Ну и сделать так, чтобы они молчали. Эту схему в США называют «поймать и убить». Я взял на себя всех этих женщин. Ведь когда кто-то выдвигается на общественную должность, для таких женщин самое обычное дело продавать свои истории журналам. Так вот я был глазами и ушами и сообщал Трампу о слухах. Так и всплыла Сторми Дэниелс, которая, оказывается, уже с 2011 года пыталась продать скандальную историю журналистам. Убить эту историю было поручено Майклу Коэну, юристу-миллиардера. Он и выплатил Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов. Важная деталь. Платил он якобы из своих личных средств. Но в итоге все получается. Сторми молчит, а Трамп становится президентом. А в январе 2018 информация о сделке просачивается в СМИ. Wall Street Journal публикует историю Сторми Дэниелс и Дональда Трампа. Сначала Трампу все сходит с рук. А крайним остается его юрист. Мол, деньги были его личные, Трамп к ним никакого отношения не имел. В итоге Коэна приговаривают к трем годам тюрьмы. Но затем это дело попадает на стол окружного прокурора Манхэттена. Он начинает искать доказательства того, что Трамп тоже имел отношение к сделке. Ну и находит. Сейчас внимательно. Да, формально деньги Дэниелс отдал Майкл Коэн. Но, по мнению присяжных, возместил их юристу Дональд Трамп. Он провел выплаты через свою компанию Trump Organization и записал компенсацию адвокату как юридические расходы. Формулировка «юридические расходы» по версии суда ложная. То есть Трамп фальсифицировал деловые записи. И второй важный нюанс. Выплаты Дэниелс производились во время предвыборной гонки. А значит, это незаконный вклад в избирательную компанию. Дело тут не в сексе как таковом, а в том, что были вот эти деньги, которые были переданы Сторме Дэниелс, и это все как бы было неправильно, нелегально и так далее и тому подобное. А то, что, так сказать, Трамп имел связь с Стормом и со Стормом Дэниелсом, ну, слушайте, многие прекрасно знают, что он много с кем, как говорится, имел связь в прошлом. Так что здесь ничего такого особенного нет. В итоге Трампа арестовывают, предъявляют ему обвинения и, что самое важное, признают виновным по уголовному делу. И если бы не порноактриса, никакого суда бы не было. То есть в начале 20 века президент мог годами скрывать внебрачную дочь и безнаказанно платить хашмане. А теперь первое лицо оправдывается за мимолетную связь в суде. Дело, очевидно, не в сексе и не в масштабе проступка. С появлением интернета и соцсетей скрыть свою личную жизнь стало почти невозможно. Как бы и не старались спецслужбы, цифровой след уничтожить сложнее, чем пленку с фото или платье с уликами. А раздуть историю, наоборот, стало намного проще. Но есть еще один важный нюанс – реакция общества, которая, по сути, и формирует любой секс-скандал. Просто дело в том, что Америка же страна основана на буританской ценности. Поэтому там на любом уровне вот такого рода, значит, какие-то такие, значит, связи интимные, которые не укладываются в рамки как бы стандарта такого, знаете, семейного традиционного поведения, они сразу же вызывают такой лихорадочный, я бы сказал, интерес к публике. Поэтому привлекают внимание, поэтому прямо вот такое вот все очень важно. Это даже не парадокс, это закон жизни. Чем жестче вы что-то подавляете, тем более таких причудливых, я бы даже, если не сказать уродливых даже формах, оно потом вырывается наружу, как кейс.